Добрый вечер! Основные события дня экспертной оценки в ближайшем часе. Госдума приняла закон о выборах губернаторов. Кто вы, Борис Березовский? Версии гибели множатся. Генпрокуратура России настаивает. Березовский заплатит и после смерти. Браслеты для нелегалов. Новая инициатива Федеральной миграционной службы. Погода. В Москве сильнейший снегопад. В ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации. Лед и снег с крыш продолжают убивать россиян. Теперь по порядку. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволит субъектам России переходить от прямых выборов губернаторов к их фактическому назначению депутатами законодательного собрания по представлению президента. Эти же поправки ужесточают требования к членам Совета Федерации от исполнительной власти тех регионов, где губернаторские выборы будут отменены. Пожалуйста, звоните к нам в студию. Телефон 6510996. Код Москвы 495. И высказывайтесь, что, по вашему мнению, лучше. Прямые выборы губернаторов или их назначение сверху. Пока вы дозваниваетесь, мы обсудим эту проблему с политологом Павлом Светенковым. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, на ваш взгляд, чем этот закон чреват? Ну, понимаете, тут важное следующее обстоятельство. На какие регионы России он будет распространен. Потому что, понятное дело, что, например, на Кавказе, среди республик Северного Кавказа, подобный механизм назначения, он, в общем-то, предпочтительней, потому что прямые выборы президентов там зачастую сопровождаются распространениями тех или иных этнических групп. И поэтому, в общем-то, они могут быть опасны с точки зрения стабильности в северокавказских республиках. Но власти же не могут сказать, что они отменяют прямые выборы только на Кавказе. В результате они говорят о том, что дают решение об отмене прямых выборов на откуп регионам. И может возникнуть ситуация, когда другие российские регионы, не только Кавказские, решат, что выгоднее не избирать губернаторов, а назначать. И в этой ситуации, конечно, это чревато, опять-таки, возвращению к положению дел, которое имелось до 2011 года, когда губернатор... Ну да, мы, собственно, только что это проходили. Да-да-да, наделялись полномочиями, это называлось наделение полномочиями, но фактически президент представлял кандидатуру губернатора, и депутаты местного закладательного собрания наделяли полномочиями, то есть утверждали. И эта схема, она не очень удачная, потому что губернатор, который назначен таким образом, он, как правило, не склонен учитывать интересы населения подотчетного ему региона, потому что выдвижение кандидатуры губернатора по такой схеме это результат аппаратных интриг, столкновения интересов крупных олигархических кланов, но не выбора самого народа данной территории. Поэтому это чревато тем, что у нас появятся регионы, в которых будут слабые губернаторы, непопулярные, которые, тем не менее, будут сидеть, потому что их предложили сверху. Павел, я вас прерву, оставайтесь, пожалуйста, с нами, у нас есть телефонный звонок, Максим. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот я как гражданин вашей страны, я, в принципе, не против назначения сверху губернаторов, но, одним большим но, я бы сделал некую какую-то, как говорится, синергию, то есть я бы проводил выборы непосредственно в регионах, но при этом бы оставлял возможность президенту выбрать либо назначить ту кандидатуру, которая была выбрана в рамках выборов, в рамках одного региона, либо, соответственно, привести своего человека. Это бы просто, во-первых, ну, как говорят, спускало бы пар в регионах, а при этом оставляло бы возможность оспорить те выборы, которые, по мнению президента... Максим, ну, собственно, вот об этом и идет речь, что в ряде регионов, регионы теперь сами решают, будут ли они выбирать всенародным прямым голосом. Выбирать надо везде. Выбирать надо везде. То есть почему это неправильно, я считаю, один регион, неважно, в силу, будь то, как это говорится, национальных особенностей региона, либо каких-либо других особенностей, что один регион обделен выборами, а другой, наоборот, наделен. Я вот, например, знаю, что, ну, мне так кажется, что в Москве, например, ну, явно на выбор особо никто не пойдет, потому что всех все устраивает. А, допустим, тот же самый... Ну, я не соглашусь с вами. Далеко не все и далеко не всех. Условно, согласен с вами. Но, допустим, тот же самый, к примеру, там, Дагестан, он, например, наоборот, хочет идти выбирать, а ему говорят, нет, у вас национальные особенности такие, что вам нельзя выбирать. Поэтому я считаю, что любой гражданин России имеет право высказать свой голос, но президент должен сделать финальный штрих в выборе того, кого он будет дать. И самое главное, обоснованный штрих. Не так, что вот не устраивает то. Некая аналогия, может быть, с выборами президента Соединенных Штатов, когда есть выборщики и народ. Выборщики отдают голоса. Понятно. Спасибо вам, Максим. Павел, что скажете? Ну, вы знаете, у нас же проблема заключается в следующем, что у нас, к сожалению, губернаторы являются неограниченными хозяевами своих регионов. Так сложилось с 90-х годов. И проблема заключается в том, что если у нас проводятся прямые выборы губернаторов, то это, скорее всего, значит, что регион становится, скажем так, приобретает форму такой регионального авторитарного режима. То есть очень многие губернаторы, мы помним их имена, они находились у власти буквально десятилетиями, ну, Лужков, Шаймиев, Рахимов, многие другие. И это минус. А если назначать напрямую губернатора, то это, как правило, слабый и непопулярный губернатор, которого, в общем-то, народ не любит, это тоже минус. Да и вообще могут и не знать в регионе. Да, очень часто назначают каких-нибудь варягов или людей, которые не имели опыта руководящей работы или имели опыт руководящей работы, но не в данном регионе. Поэтому на самом деле нужен какой-то средний путь между этими двумя вариантами. Ну, например, предлагался вариант, когда сначала проводятся выборы в законодательное собрание по пропорциональной системе, а дальше партии создают коалицию и уже сами в законодательном собрании избирают губернатора. Это, грубо говоря, немецкий вариант. Именно так действует в Германии политическая система. Это могло бы, с одной стороны, создать популярных губернаторов, то есть опирающихся на народное воле и заявление, а с другой стороны, не позволить им стать такими региональными диктаторами. Но для нашей власти пока вот подобные схемы выглядят слишком сложными. Они хотят, чтобы был один человек, который ответственен за регион, и поэтому вот наша власть колеблется между двумя этими схемами, хотя обе они, и прямые выборы губернатора в наших условиях, и назначение губернатора, они не особо удачны, потому что имеют вот уже вышеописанные мной недостатки. Павел, у нас есть еще один звонок. Олег, мы слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы предусветили мой вопрос. Вот реально, да, вижу две схемы выбора губернаторов. Там еще есть не только засыдевшиеся губернаторы у нас, да, там есть еще откровенные бандиты, я подозреваю, на территориях, которые губернаторами себя чувствуют. Вот. Но тут как бы вообще выход-то есть из положения. Третий путь вот сейчас там по германской какой-то предположим схеме, там по американской, по английской, по какой угодно. У нас какая-то из политических партий вообще сегодня сформирует вот подобные требования к выбору губернаторов. Третье, да, скажем, условие, по которым можно идти и вступать там в цивилизованное отношение. Спасибо. Да, спасибо вам большое за звонок. Значит, насколько я понимаю, ситуация такая, что действительно те партии, которые представлены в региональных парламентах, они могут выдвигать свои кандидатуры и предлагать их президенту. В общем, история сложная, непонятная. И самое важное в этом законе, на мой взгляд, сегодня уже были комментарии юристов и специалистов по этому поводу, что он не очень соответствует Конституции, мягко говоря, хотя бы в силу того, что по Конституции все регионы равны между собой. Павел, как вы полагаете, да, как вы полагаете, вот эта правовая коллизия, она будет разрешена, опять же, через Конституционный суд, наверное? Ну, понимаете, тут сложно о чем-то говорить. Ведь формально, с юридической точки зрения, какой ход делают власти? Они говорят, что любой регион может принять самостоятельное решение о том, избирать ли президента или губернатора напрямую или избирать в местном законодательном собрании. То есть здесь, как раз формально говоря, с точки зрения юридической техники, равенство соблюдается. С другой стороны, конечно, если мы посмотрим на любое, сколь-нибудь, развитое государство, везде на региональном уровне существует единообразный порядок избрания руководства. То есть если мы возьмем США, то во всех 50 штатах губернаторы избираются населением напрямую. А если мы возьмем Германию, то везде премьеры, премьер-министры земель, они избираются местными парламентами. То есть тут, к сожалению, власть приносит, скажем так, политическую, такую логическую стройность государственного устройства стороны в угоду практическим интересам. Но она вынуждена это делать, потому что действительно боится хаоса на Северном Кавказе. Спасибо. С нами был политолог Павел Светенков. Мы говорим о том, что сегодня Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволит субъектам Российской Федерации переходить от прямых выборов губернаторов к их фактическому назначению депутатами законодательного собрания по представлению президента. То есть мы возвращаемся на несколько лет назад. При этом возврат к отбору глав регионов центральной властью нарушает равенство субъектов Российской Федерации и международно-правовой обычай, который состоит в том, что достигнутый уровень развития демократии не должен снижаться. Об этом говорят многие эксперты. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через полторы минуты мы продолжим и будем говорить о Борисе Березовском. Смерть Бориса Березовского в Великобритании стала одной из главных тем мировой прессы. Нью-Йорк Таймс назвала его одним из богатейших и самых могущественных олигархов, господствовавших в постсоветской России. А итальянская Стампа напоминает, что он не мог смириться с утратой влияния до конца своей жизни. В России против Бориса Березовского было возбуждено 13 уголовных дел. И он был уже заочно приговорен к 13 годам заключения. Несмотря на смерть олигарха, российские правоохранительные органы намерены добиться ареста его активов по всему миру, чтобы взвестить причиненный ущерб в более чем 3 миллиарда рублей. Телефон в студии 651099,6, код Москвы495. Пожалуйста, звоните. Очень интересно узнать ваше мнение наших слушателей, как вы относитесь к Борису Березовскому. А об этом человеке мы говорим с Борисом Немцовым, политиком. Борис Ефимович, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, кем был Борис Березовский в России и для России? Березовский был предельно влиятельным человеком в 90-х и в начале 2000-х. Березовский основатель партии «Единство», которая стала «Единой Россией». Березовский привел к власти Путина, дав ему деньги и медийные ресурсы. Березовский одним из первых стал идеологом вот этого олигархического капитализма, то есть сращивание бизнеса и власти. И должен вам сказать, что дело Березовского сейчас активно продолжает Путин. А именно сращивание бизнеса и власти продолжается, сменились, правда, лица. Сейчас это кооператив «Озеро», сейчас это братья Ротенберги, Тимченко, сейчас это Ковальчуки. Но сращивание, а значит, коррупция продолжается. И второе, он создал такую систему манипуляций с помощью телевидения. Это началось в 96-м году, потом продолжалось, когда он с нами боролся, с нашим правительством в 97-м году. А сейчас Путин довел, будучи его учеником, в общем, идею манипуляции до такого абсурда и совершенства одновременно. То есть российский телеканал никакого отношения к действительности не имеет, но промыванием мозгов занимается очень активно и зачастую... Борис Ефимович, но этим многие занимаются не только в России, согласитесь со мной. Да, но масштабы важны. Это раз, и второе, в отсутствии конкуренции, когда все телеканалы прямо лежат государству. Я думаю, что эффективность манипуляций гораздо выше в условиях государственных подцензурных СМИ, чем в условиях конкуренции, которой сейчас нет. Она, кстати, была в 90-е, сейчас ее нет. Борис Ефимович, возвращаясь к Березовскому, вот все-таки кем он был? Авантюристом, которого вынесло на вершину власти, да, в смутное время, серым кардиналом. Он был серым кардиналом. Зачастую у него были идеи авантюристические, но то, что он очень сильно влиял на власть, в том числе и через приближенных к Ельцину, это совершенно очевидно. В первую очередь речь идет о Татьяне Дьяченко, речь идет о главе администрации президента Валентине Юмашеве. Жаль, что они на смерть Березовского никак не отреагировали, хотя, конечно, они могли очень много рассказать, что Березовский делал, чтобы влиять на власть и быть могущественным человеком. Значит, я сам на себе испытал все прелести влияния Березовского. Когда я был вице-премьером и министром топлива и энергетики, он хотел отгладить «Газпром». Вы ахните. Да, есть от чего. Да, пытался стать представителем совета директоров компании. Пришел ко мне в Белый дом с двумя визами премьер-министр Черномырдина и председатель управления Вехерева. Я сказал, что он станет руководителем «Газпрома» только через мой труп. И дальше закрутилась такая сестопляска, которую я даже не подозревал. То есть он пытался всех на меня натравить, угрожал, что сотрет меня в порошок, уничтожит как политика и, кстати, преуспел во многом в этом. Но, кстати, председателем совета директоров так и не стал, чем я горжусь. Он сильно влиял, конечно, на кадровую политику, в целом на решения политического и экономического характера. В начале 2000-х, например, он был одним из организаторов слияния ЮКОСа и Сибнефти, то есть Абрамовича хотел слить с Хазарковским. Правда, из этого ничего не вышло. Короче говоря, играл довольно значительную роль. И, кроме того, в политической системе страны тоже большую роль играл. Я уже сказал, что он был одним из создателей партии, Магин, которая, кстати, успешно провела выборы в 1999 году. Потом он активно боролся с Лужковым и Криваковым и поддерживал активно Путина. Тут его роль тоже, конечно, была большая. А вам не кажется, что вот это просто содержание его жизни было? Бороться, лишь бы бороться? Нет, почему? Он все время отставил свои личные финансовые интересы. И, собственно, преуспел в этом, стал очень богатым человеком. Он постоянно отставил какие-то свои политические интересы и тоже преуспел в этом. Это не было какое-то, знаете, такое безрассудство, без цели. Это неправда. Другое дело, что очень многие его действия были, ну, зачастую авантюристическими. Да, там, попытка, там, вести переговоры с Басаевым и так далее, и тому подобное, это, конечно, никуда не годится. Но, тем не менее, если говорить о том, как он обогатился, он же не был бизнесменом, он был политиком и лоббистом, да? Если бы он был бизнесменом, он бы имел документы о совместной деятельности с Обрамовичем и вряд ли бы проиграл в суд в Лондоне. Если бы он был бизнесменом, то со своим стародавним партнером Бадри Катышвили, с которым у них на словах была договоренность о бизнесе 50 на 50, он бы вряд ли остался абсолютно с пустыми руками после смерти Бадри. Он был политиком, и при этом политика сделала его очень богатым. Поэтому сказать, что вот он какой-то такой безрассудный маньяк-авантюрист, это абсолютно неправильно. Он с выгодой для себя все это делал. Ну, то есть он политику конвертировал в деньги? Постоянно. Кстати, в 1997 году я настоял на том, чтобы Березовского Ельцин отправил в отставку с должности замсекретаря Совета Безопасности. Мне тогда казалось, что увольнение Березовского с государственных должностей Ельцин пошел навстречу, причем без особой даже дискуссии подписал распоряжение о его увольнении. Мне казалось, что его увольнение с государственных должностей ослабит его позиции, и действительно нам удастся бизнес и власть разделить. Но это был наивный взгляд. Дело в том, что его сила была не только в том, что у него в руках был ОРТ, первый канал телевидения, но еще и огромное было влияние, собственно, на администрацию президента, и через как раз семью, на самого президента он не общался. Тем не менее, через дочь и главу администрации это общение было. Вот надо было не с должности его увольнять, а надо было, конечно же, забирать у него первый канал телевидения и как-то его там акционировать с тем, чтобы там не было одного хозяина. Но вот этого, к сожалению, сделано не было. Спасибо. С нами был Борис Немцов, политик. Мы говорим о скончавшемся в Лондоне Борисе Березовском. Как я уже говорил в начале этой темы, Генпрокуратура России заявляет о том, что уголовные дела в отношении Бориса Березовского будут продолжены, и розыск его имущества, чтобы его арестовать, будет продолжен по всему миру. Вот этот аспект мы сейчас будем обсуждать с Екатериной Кутузовой, адвокатом московской коллегии адвокатов, князев и партнера. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как происходит с юридической точки зрения? Где искать? Что искать? Вот Березовский умер. Ну, ищет, как правило, по титульному собственнику. Соответственно, запросы различные в различные организации отправляют. И, получив ответы, смотрят, кто является, например, в Москве, как ищут квартиры. Отправляют запросы в управление Росреестра, и оттуда приходит ответ, что собственником таких-то квартир является физическое лицо такое-то. И, соответственно, уже, если необходимо наложить арест в рамках какого-то дела, накладывают арест на данное имущество. Ну, я сильно подозреваю, что ничего не найдут. Потому что, если нельзя было определить, кто конечный бенефицар Домодедова, то уж найти концы в имуществе Бориса Абрамовича будет, по-моему, очень проблематично. Конечно. Имущество он мог оформлять, как и любой гражданин, имеет право оформлять на любого человека, на родственника, на прохожего, на какого-то друга, на знакомого. Это его право. Соответственно, человек просто должен, тот, на кого он оформляет, он должен быть с этим согласен. И все. И, соответственно, у них могут быть какие-то взаимоотношения уже между собой как-то оформленные. А могут быть вообще какие-то устные договоренности, которые они могли... Ну, хорошо, предположим, нашли дома, нашли деньги. Что дальше? Как происходит процедура? Особенно за границей их надо арестовать, продать. Как? На Березовском? Во-первых, в настоящий момент человек умер. Соответственно, сейчас будет открыто наследственное дело с наследниками. Либо это будут наследники по завещанию, либо это будут наследники по закону. Наследники по закону в первой очереди – это у нас супруг, дети и родители наследодателя. Соответственно, также к нотариусу в течение шести месяцев, это дата открытия наследства у нотариуса, могут обратиться его должники. То есть те люди, которые считают, что там Березовский должен был им какие-то денежные средства, либо еще что-либо. Открывается у нотариуса, значит, по месту жительства по месту регистрации. Екатерина Владимировна, это в России, а в Великобритании, скорее всего, же дело будет открыто там. Он же там жил. Да, но также наследственное дело, оно по-любому должно быть открыто где-то. А ведь оформить, как-то сейчас переоформить имущество без открытия наследственного дела не представляется возможным. Как-то сейчас должники, которые сейчас хотят что-либо взыскать с Березовского, они должны все равно каким-то образом объявить о себе. И, соответственно, наследники, которые будут принимать наследство в отношении имущества умершего, они уже будут отвечать и по долгам. Они принимают не только активы, но и пассивы, соответственно, принимают и долги наследодателя. И отвечают в рамках того имущества, которое они приняли. Например, они приняли на 500 миллионов рублей, а долгов у него на 700 миллионов. Ну, вот 3 миллиарда примерно. Ага, 3 миллиарда, да. 3 миллиарда. Я не знаю, там какое имущество у него было на 3 миллиарда. Также должны быть, например, что долги превышают. Это ущерб, который с него российские власти хотят взыскать. 3 миллиарда рублей. Да, 3 миллиарда. Соответственно, российские власти теперь должны обратиться к наследникам, которые, в случае, если они примут наследство, они должны будут отвечать по этим долгам. А в случае, если они не примут наследство, то есть вообще никто не обратится с заявлением о принятии наследства. Они скажут, нам не нужны ни активы, ни пассивы. Нам вообще ничего не нужно. Соответственно, они тогда и отвечать ни перед кем не будут. Понятно. Вот. С нами была Екатерина Кутузова, адвокат в Московской коллегии адвокатов князев и партнеры. Мы говорим о том, как возможно взыскать 3 миллиарда рублей у умершего Бориса Березовского. 3 миллиарда – это та сумма, которую, по мнению российских властей, Борис Березовский должен был бы вернуть в казну. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся через полторы минуты. Несмотря на усиление миграционного режима и увеличение штрафов для работодателей, нелегалов с каждым годом в России становится все больше. Причиной этого эксперты общественной палаты называют слишком мягкие меры по отношению к нарушителям. Со своей стороны они предложили создать общественный контроль за квотированием рабочих мест, черной списке работодателей и спутниковую систему слежения за нелегальными мигрантами. Что делать с нелегальной миграцией? Сейчас начнется сезон строительный. Таких работников, серых или черных, в смысле оформления документов, станет в России только больше. Пожалуйста, звоните нам в студию по телефону 6510996, код Москвы495. Пока мы говорим об этой истории с Николаем Курдюмовым, председателем Совета Международной Ассоциации Трудовой Миграции. Николай Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы полагаете, введение вот этих вот электронных браслетов для мигрантов какое-нибудь возымеет действие? Ну, во-первых, я не думаю, что до этого дойдет дело, потому что в какой стати на граждан, которые не нарушили закон Российской Федерации, одевать какие бы то ни было браслеты. А если они нарушили, то их надо просто как нарушителей соответствующим образом наказывать, поэтому смысл в этих браслетах я совершенно не понимаю. Николай Викторович, если разбираться сначала, да, нелегальная миграция, все эти люди въезжают, как правило, на территорию России, я имею в виду рабочих из Средней Азии в основном, конечно, да и с Украины, или из других стран бывшего СССР, они въезжают в легальный, у нас безвизовый въезд. Почему же они становятся нелегальными? Нет. Ну, вы знаете, это, видимо, где-то в очередной раз допущена некорректность высказывания. Нелегальной миграции из государства СНГ у нас быть не может, потому что вы совершенно правильно отметили, что они въезжают без визы. Есть неурегулированная миграция, что означает, что они не получают должным образом оформленных документов. Въезжающие в безвизовом режиме граждане из государства СНГ должны в семидневный срок поставить на миграционный учет, а если целью их является работа, то, соответственно, не позднее, чем через 90 дней по въезде они должны получить документ, дающий им право на трудовую деятельность. Это может быть патент, это может быть разрешение на работу в соответствии с квотами. Если это высококвалифицированные иностранные граждане, то соответствующим образом оформленные документы для них. Поэтому нелегальной миграции из стран безвизовым въездом у нас быть не может. Николай Викторович, но вот поток мигрантов, пусть легальных, которые пытаются каким-то образом здесь в России осесть, задержаться, найти работу и так далее, естественно, он вызывает раздражение у коренного населения. Ну, это понятно. Как здесь найти баланс? Ну, вы знаете, это же вопрос и сегодняшнего дня. Это достаточно, так сказать, длинный, долгий разговор. И вы знаете, наверное, что в прошлом году была принята стратегия государственной миграционной политики. В соответствии с этой стратегией был утвержден план целого ряда законопроектов. И там, в общем, в том числе, так сказать, речь идет об ужесточении требований и к работодателям, и к урегулированию различных групп трудовых мигрантов. Но главное нам надо понимать следующее, что никакие жесткие административные меры, которые бы не принимались у нас вплоть, в принципе, до вис на границах, существенным образом количество трудовых мигрантов не ограничит. Надо понимать, что едут они потому, что положение в государствах их пребывания постоянно настолько, так сказать, отличается в худшую сторону от России, что их выталкивает экономическая причина. Приезжают они сюда работать, и те легенды, которые ходят, что они приезжают сюда как бы с целью совершить там преступления и прочее, это действительно легенды, как правило, в подавляющем большинстве, это говорит из статистики МВД, уровень преступности среди них ниже, чем у российских граждан. Поэтому надо не мифические какие-то меры по введению браслетов продолжать, но прежде всего, так сказать, работая с работодателем. Это главное направление, на наш взгляд. Николай Викторович, а вот смотрите, как получается, да, то есть легально могут въехать кто угодно. А если человек изначально едет, ну, не с туристической, мягко говоря, целью, а именно, как вы уже и заметили, работать, может быть, есть смысл тогда вводить рабочие визы для тех, кто хочет работать? Ну, вы знаете, это тоже обсуждалось. Я просто хочу сказать, что введение рабочих виз без подготовки соответствующего количества рабочих мест, эта мера неэффективна. Я просто хочу, так сказать, чтобы те, кто, может быть, не очень это себе представляет, провели параллель с годами 15 лет назад, скажем, когда россияне выезжали в государство и в локу, прежде всего, для того, чтобы заработать там в 90-е годы, работали и строителями в Португалии, и в Греции сиделками и прочее-прочее. И оливки собирали. Управляющее большинство из них работало нелегально, то есть не урегулирован был их статус. Выезжали они по трудовым, не по трудовым визам, по гостевым, по бизнес-визам, по, так сказать, приглашениям и прочее, так сказать, и работали там до первого, как бы, нарушения, после чего их часто депортировали, закрывали вес на будущее. И, тем не менее, поток был достаточно значительный. Сотни тысяч, так сказать, российских граждан работали в эти годы. Потом поток этот иссяк, и вот сейчас, так сказать, мы из направляющей, в основном, в принимающую превратились, хотя, конечно, определенный поток еще продолжает быть. Николай Викторович, вот вы сказали, что поток этот не остановить, пока мы не разберемся с созданием рабочих мест. Да, но ведь те люди, которые приезжают к нам, они приезжают, ну, что называется там, навольные хлеба, и сами начинают искать. Вот это же никак нельзя урегулировать. Вы знаете, это не совсем так. Это не совсем так, потому что различные опросы и, в общем, исследования механизмов трудоустройства показывают, что практически, так сказать, подавляющая часть трудовых мигрантов, все же получают содействие в трудоустройстве. Прежде всего, от своих соотечественников, от различного рода посредников. И, к сожалению, вот одна из проблем, которая сегодня существует, вот эта услуга по содействию в трудоустройстве сегодня никак не регулируется. Понимаете, вот этим мигрантам, гражданам иностранным, может любой и российский гражданин, и любой иностранец, так сказать, помочь в кавычках трудоустройство за определенный, так сказать, процент от будущей зарплаты, не выполнить свои, так сказать, обязательства, и потом, как правило, не нести никакую ответственность. То есть вот этот механизм содействия в трудоустройстве, в том числе и для тех, кто находится в неурегулированном положении, что должно сразу же, как бы, так сказать, подпадать под соответствующую строчку, так сказать, нормативного регулирования, он, к сожалению, у нас сегодня не отработан, хотя весь мир уже давно через это прошел. То есть услуги для работодателей и для самих мигрантов, вот эти посредничные услуги, которые на сегодня, как бы до обидного порой говорят, эти посредники, так сказать, вот они плохие, и они должны быть, но они должны быть работать в правовом поле. Мы давно об этом говорим, это один из, мог бы быть, один из тех элементов, который позволил бы уменьшить количество теневых посредников, которые наживаются на этих, так сказать, мигрантах и, собственно говоря, живут за счет них. Кроме этого, за них, за счет них живут еще, так сказать, многие другие категории. Да, это понятно. Спасибо, с нами был Николай Курдюмов, председатель Совета Международной Ассоциации Трудовой Миграции. Я напомню слушателям, что телефон в студии 6510996, код Москвы 495, и наш вопрос, как регулировать, на ваш взгляд, потоки мигрантов. Мы продолжаем обсуждать эту тему с Вячеславом Поставниным, президентом Фонда Миграции 21 век, бывшим замдиректора ФМС России. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. На 3 миллиона, 3 миллиона въехавших в Российскую Федерацию в 2012 году, превысили сроки пребывания, оставшись в России на, так сказать, птичьих правах. Что с этим населением делать? Ну, вот, кстати говоря, интересный вопрос. Ну, во-первых, конечно, эта цифра 3 миллиона, она меня, конечно, так смущает, да? Ну, а как посчитали, интересно, кто уехал там уже, наверное, 5 лет, 6 лет назад там, и который не собирается выезжать, находится здесь уже практически на нелегальном положении, и превысили все эти уже сроки. 3 миллиона, это цифра какая-то такая, никакая. Это первая. Ну, даже предположим, что их там 3 миллиона здесь. Ну, и что мы будем делать? Ну, хорошо, вот мы вывели. Да, вот столько человек у нас превысило. Хотя тоже для меня неизвестно еще. Выехали они на самом деле, не выехали. Ну, ладно, бог с ними. Это уже на совести тех, кто так сказал. Хорошо, 3 миллиона превысили. Да, и что мы с ними делаем? Мне интересно. Это люди, которые живут на птичьих правах, у них нет страховок, нет работы, ну, фактически, да. Нет, почему? Работы у них есть. Или есть, да, но, соответственно, получают они черную зарплату. Да, да. Ну, может, и белую, правда. Но, скорее всего, черную. Да, и это становится, на самом деле, огромной проблемой. Ну, проблемы, проблемы. Знаете, честно говоря, вот насчет черной, если вы хотите сказать, зарплаты, то я могу сказать, что, скажем, даже по официальным данным, официальным нашим государственным данным, у нас в теневом секторе трудится там 20 миллионов человек. Ну, 20 миллионов человек, там, из них 3 миллиона мигрантов. То есть они погодны здесь, вроде как и не делают, с этой точки зрения. Правда, если их не 3 миллиона, а, скажем, 10 миллионов, там, оказывается. Это уже совсем другая история. Это совсем другая, да, история, да. Когда получается, что, собственно, в теневом рынке у нас, собственно говоря, и есть мигранты, да. Если их убрать, там, скажем, да, вот, то уже можно с ними бороться, там, эффективно. Потому что здесь, там, миллионов, там, скажем, и, ну, уже, там, скажем, по оценке, теневый замок всегда будет, всегда будет. Но это уже такой контролируемый, регулируемый, который не несет, там, опасности для экономики страны. Здесь вопрос в том, что, насколько мы четко знаем, сколько у нас находится. Не знаем. Это первый вопрос. Вячеслав Александрович, у нас есть звонок от слушателя. Давайте мы его выведем в эфир. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень много у нас... Алло? Да-да-да, вы говорите, вы в эфире. Спасибо. Очень много развело всяких председателей у нас. Все гениальное просто. Нужно перестать угрожать и начать работать. Это касается всех. От малого до велика. Вот так очень коротко, лаконично. Спасибо. Спасибо. Ваше мнение понятно, Вячеслав Александрович. Алексей, видимо, считает, что очень коррупционно емкая эта сфера. Наверное, так оно и есть. Ну, в принципе, вот так он сказал, Алексей. Ну, в общем, действительно, это кратко так сказать. Должны работать все. Собственно говоря, все работают. На рабочих местах, на каждом должен работать. Ну, честно, не будет такой проблемы. Это очевидно. Ну, с другой стороны, мы с такой ситуацией уже столкнулись. Что делать? Как выйти из ситуации? Вопрос в этом. Надо что-то делать. Ну, для начала надо просто ее коренным образом реформировать нашу миграционную политику. Потому что так, как она сейчас есть, такая, какая она есть, она будет только плодить и продуцировать этих нелегальных мигрантов. Все больше, больше, больше. Ну, вот перед вами с нами в эфире был Николай Курдюмов. Наверное, вы знаете этого человека. Да, Николай Викторович. Да, Николай Викторович. Вот он сказал, что нужно урегулировать отношения между теми мигрантами, которые хотят приехать в Россию, и работодателями в первую очередь. Да, абсолютно правильно. Об этом уже говорится столько лет. Это посредники, да. Вот, знаете, вот эта тема такая излюбленная. С ними там борется МВД, ФМС с этими посредниками уже 20 лет. Я свидетельствую. 20 лет, я слышу, от министров, от руководителей пора покончить с посредниками. И если они 20 лет существуют, вопрос что? Плохо работает МВД и ФМС тогда, получается? Или этих посредников они сами создают? Ну, правильно, мы с Николай Викторовичем давно приняли решение. Это, собственно, мировая такая практика. Ну, давайте их легализуем, лицензируем. Вы знаете, в Китае тоже посредники есть, которые отправляют за рубеж, правда, китайцев своих. Так вот, их там 4 тысячи организаций государственных. Они их там за деньги отправляют, все готовят, документы, паспорта их вперед. Вот. Кто нам мешает создать? Давайте создадим тоже 4 тысячи этих агентств. Государственных, не государственных. Лучше не государственных. Почему не государственных? Потому что они уже существуют. Лицензируйте. Да, кстати, у нас тоже есть организации, лицензируемые государством, которые отправляют за рубеж. А те, которые принимают, почему-то у нас нет. Вот странно мне. Потому что это очень коррупционная такая вещь, лакомый кусок. Не хочется отдавать этим. Последник, когда не сослежешь ничего, последник из этих официальных. Ты же ничего не возьмешь на смех. В общем, вся беда. Спасибо. С нами был Вячеслав Поставнин, президент фонда миграции 21 век, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы России. Мы говорили о том потоке мигрантов, которые и уже есть нелегальные 3 миллиона в России, и которые сейчас, видимо, с началом летнего сезона только увеличатся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через полторы минуты поговорим о превратностях погоды. Природа в очередной раз проверила Москву на стойкость. В минувшие выходные в столице начался сильный снегопад, который идет до сих пор. И уже принес треть месячной нормы осадков. Город, несмотря на непогоду, в общем, не встал. Пробок не так много. Аэропорты тоже работали по фактической погоде, и больших задержек с вылетами рейсов не наблюдалось. Тем не менее, ситуация очень сложная. У всех на памяти, наверное, картинка, которая была в Киеве. Ситуация, когда транспорт в городе вытаскивали тракторами и даже БТРами. Это именно тот средиземноморский циклон, который к нам пришел из столицы Украины. Кроме того, погодная аномалия приводит к тому, что с крыш по-прежнему падает снег и лед и наносит травмы и убивает. Так, сразу две трагедии из-за нечищенных крыш произошли в разных регионах России с разницей в сутки. В Уфе в понедельник снежная масса убила пенсионера. В Южно-Сахалинске накануне глыба льда сильно травмировала двухлетнюю девочку. Она в реанимации. О том, что нам ждать от погоды, об этом мы говорим с Леонидом Старковым, ведущим метеорологом ГИСМЕТЕО. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос один до Коли. До Коли будет идти снег. Погода сохраняет длинный характер и пока еще около суток будет оставаться снежной и ветреной. Вы все верно охарактеризовали. Кредитноморский циклон пришел с юго-запада, прошел через столицу Украины и вот сегодня уже покидает территорию столичного региона. Тем не менее, осадки будут продолжаться еще около суток, преимущественно в виде снега. Ну и за счет того, что ветер остается от умеренного до сильного, временами этот снег срывается в метель. За минувшие сутки в Москве уже выпала от декабной до полумесячной нормы осадков. Ну и еще, наверное, примерно такое же количество прибавится сегодня. Высота снежных сугробов доросла до 70 сантиметров. Это второе самое высокое значение в истории метрологических наблюдений по метеостанции ВВЦ, которые ведутся с 1948 года. Погода, все бы это можно терпеть, если бы еще и погода была не очень холодной. Она остается на 7-8 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует в середине января месяца, то есть самому холодному времени в году. Вот так сложилась ситуация в атмосфере и с этим ничего не поделаешь. Но все-таки позитивные тенденции будут происходить. Завтра во второй половине снег прекратится, но, к сожалению, пока теплее не станет. Кроме того, наоборот, окрепнут морозы. В ночь и на среду температура может понизиться в Москве до минус 15 и по области до минус 23 градусов. То есть это опять практически полноценный январский мороз. Но вместе с тем хотел бы отметить, что это уже последний сильный мороз затянувшейся зимы. Вот, кстати, извините, Леонид. Если нужно справляться, температура будет медленно, но уверенно повышаться. И с высокой вероятностью в первых числах апреля начнется метеорологическая весна. То есть среднесуточная температура устойчиво перейдет через ноль к положительным значениям. Леонид, вот по некоторым прогнозам я сегодня читал, еще один снегопад. То есть завтра этот прекратится, но до конца недели еще один будет. Вы знаете, снегопадов даже в этом сезоне еще будет достаточно много. Снег это, ну не сказать, что регулярное, но довольно распространенное явление. В апреле месяце и в отдельные сезоны снег может выпадать даже на майские праздники. Но вот такой интенсивности, такой продолжительности, с таким количеством осадков, уже такого повторения нет, не прогнозируется. И не только на этой неделе, но и на следующей. Ага, но я на самом деле с ужасом думаю о том моменте, когда все вот то, что сегодня и еще выпадет, начнет таять. Мы просто поплывем. Без этого, да. С этим ничего не поделаешь. Москвичам, да и во всежителям Центральной России следует рассчитывать на то, что в начале апреля придется перейти на более легкие варианты одежды, уже на демисезонную одежду. Ну и с учетом большого количества снега, и все-таки значительного повышения температуры неплохо было бы иметь резиновые сапоги. Но то, что будет таять днем, ночью превратится в лед. И тут будет просто каток. Ничего страшного, не надо так все драматизировать. Переживем. То самое худшее, что могла привести зима, уже произошло. Ну, спасибо вам большое. С нами был Леонид Старков, ведущий метеоролог ГИСМетео. Ситуация такова, что погодные катаклизмы вызвали уже массу шуток. Сегодня уже тоже я читал о том, что сегодня не 25 марта, а 53 февраля. К сожалению, затягивается зима. И вот то, что происходит сейчас в городе, конечно, настроение не добавляет. Поэтому, если у вас есть что рассказать о том, как коммунальщики справляются с той ситуацией, которая сложилась в городе, пожалуйста, звоните. 6, 5, 10, 99, 6, код Москвы 4, 9, 5. А мы продолжаем. К сожалению, погода приводит к трагедиям, как я уже говорил. Снег в прямом смысле слова падает на голову и лед, травмы, люди погибают. Что в таких ситуациях делать, если вот вам в буквальном смысле слова упал снег на голову? Этот вопрос я адресую адвокату Игорю Симонову. Игорь Борисович, здравствуйте. Алло. Алло, Игорь Борисович. Нет, к сожалению, у нас прервалась связь. Судя по всему, ситуация затягивается с приходом весны. Будет много еще льда и снежных заносов. Ну, не дай бог, конечно, дойдет до вот той ситуации, которая была в Киеве, когда буквально тракторами выталкивали троллейбусы из заносов снежных. И люди сами, пассажиры, выходили и выталкивали транспорт, чтобы хоть как-то продлить свой путь. К нам все-таки присоединяется Игорь Симонов. Игорь Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Так что делать, если вам на голову упал снег? И слава богу, вы остались живы. Кому обращаться, на кого жаловаться? Так, ну, надо определиться вообще, жаловаться или нет. Потому что вы же понимаете, что одно дело в ДТП вы попали там, а другое дело снег на голову упал. Поэтому, если же озадачиться вот такой целью, как найти виновного, и действительно такой виновный, предположительно может быть, опять же, в силу того, что не выполнялись какие-то обязательства, может быть, там, да, по уборке снега с крыш территории и так далее, и так далее. То есть, если вы где-то, извините, в поле, и с дерева вам на голову падает снег, то здесь, наверное... Игорь Борисович, это понятно. Речь о том, что вот мы в городе, к сожалению, снег падает, и лед падает. Вот в Южно-Сахалинске пенсионер погиб, в Уфе девочку тяжело ранило. Вот в этой ситуации что делать? Куда идти? Как добиваться от коммунальщиков возмещения ущерба? Ну, я вот вас призываю обратить внимание на то, как это произошло, откуда снег падал там, да? С крыши. Есть ли лица, могут быть лица, которые ответственны за то, что этот лед висит, или там за то, что этот снег еще присутствует на крыше. Вот о чем я говорю. То есть, это не просто с дерева там, да? Это должно быть объектом обязательств работников коммунального хозяйства. То есть, если снег на крыше, гипотетически, он должен убираться, и проход граждан рядом с этим домом должен быть безопасным. Если это происходит, если, не дай бог, гибнут дети, там падает лед, там сбивает сосулька, падает крыша, убивает там ребенка, еще кого-то, то этого происходить не должно. И, конечно, здесь нужно устанавливать, опять же, в зоне, чьей ответственность находится этот дом, соответственно, они будут отвечать за причиненный вред здоровью. Игорь Борисович, я попрошу вас оставаться на линии, у нас есть звонок от слушателей. Алексей, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, а мне нравится погода. Я, конечно, в Подмосковье живу. Так мне нравится, что снега столько много. Прям радости много. Вот честно, вот прям я вот искренне говорю. Очень радость. У вас есть какие-то вопросы? Ну давайте, может, я не прав в чем-то. Вообще природа умница, она делает не просто так. Значит, так надо. Хорошо, спасибо, Алексей, спасибо за вашу реплику. Игорь Борисович, вернемся к юридическим хитросплетениям. Значит, вот мы, не дай бог, получили травму. Дом в ведении коммунальщиков. Мы должны с ними напрямую разбираться или идти в суд? Ну, давайте к Росланскому кодовскому обратимся для того, чтобы у нас была возможность причинить претензию к лицу, который виновен в причинении этого вреда. Соответственно, должен быть причиненный вред. Должно быть лицо, которое причинилось этот причинение, должна быть его виновность. И причинность их вреда между наступившим вредом и действиями, соответственно, лица, там, должностного лица, либо просто гражданин. Поэтому, когда вы определяете вот эти все обстоятельства и понимаете, что они есть, соответственно, надо обратиться к тому причинителю, который, по вашему мнению, является виновным в данном происшествии. Игорь Борисович, то есть, если я правильно понимаю, сначала надо зафиксировать травмы. Ну, это безусловно, да. Мы говорим про материальные, я имею в виду материальные права. А так, если говорить о фиксации, если про профессиональное право, конечно, надо все подтверждать, это надо все фиксировать, это безусловно, конечно. Ну, то есть, доказать вину коммунальщиков будет очень тяжело. То есть, надо очень захотеть это сделать. Ну, во-первых, там есть такой момент, да, как часто они должны убирать. Вот эти вот вещи, они не очень четко прописаны, они не очень ясные. Да, когда есть причинитель однозначный, когда он, очевидно, совершает какие-то действия, и это наносит вред кому, это одна ситуация, да. Когда что-то происходит, и мы начинаем изучать вопрос, кто отвечает за то, что это произошло, и кто отвечает за то, что это не сделано, вследствие чего. Вот здесь будет некая сложность в первоуставлении доказанной причины следственных связей между, так называемым, бездействием вот этих ответственных работников, которых надо еще найти, и причиненным вредом. Но отзадачившейся этой ситуации, можно все-таки найти виновных, и зафиксировав все в происшествии, можно все-таки привлечь к ответственности. — И это же можно сделать в случае, если человек, не дай бог, поскользнулся в гололед и сломал ногу, например, или руку. — Ну, в общем-то, в общем-то, да, в общем-то, да, потому что не зря нас обязывают, соответствующе, делать площадку безопасную для входа в магазин, допустим, к организациям, к которым магазин принадлежит, да. Все условия для того, чтобы помизить травмоопасность. Соответственно, если там что-то сверху падает у этого магазина, у этого здания, то уже этого не должно быть. Люди должны ходить по улице безопасно. Конечно, этот момент, связанный с виновностью конкретных лиц и объемом обязанности по недопущению этого травматизма, да, устранению условий, которые способствуют. Вот это самое сложное здесь составляющие. Зафиксировать вред и там, где он произошел, место, время, способ, это не так сложно при должной осмотрительности, должное внимание. А вот дальше уже установить очень следственные связи между вредом, который наступает, и чьей-то халатностью, и чьим-то бездействием, это сложный. Спасибо. С нами был Игорь Симонов, адвокат. Мы говорим о том, что снегопад приносит не только одним радость, другим огорчение, что весна еще не приходит, но и, к сожалению, серьезные травмы получают жители различных регионов России. Снова снег падает в буквальном смысле на голову, ранит и калечит людей. Желаю, чтобы с вами этого не произошло. Всего доброго. До завтра.